Из поучений святаго Иоанна Затаустова на книгу деяний апостольских. Подлинно скорбь – великое благо и украшение великой и благородной души. Как многие уверовали после этого, и никто столько не прославился. Так и нам всегда нужна ревность, великая горячность души и готовность ее к смерти. Невозможно ведь получить царство иначе, как через крест. Не будем же облащать себя. Если во время войны невозможно спастись, предавая снеги, заботясь об имуществе, занимаясь торговлей и оставаясь в беспечности, то тем более во время этой брани. Или вы думаете, что эта брань не жестче всех других? Наша брань, говорит апостол, не против крови и плоти. Ефесянам 7.12 Обедаем ли мы? Ходим ли мы? Моемся ли? Враг всегда стоит подли нас. Он не знает времени отдыха, разве только во время сна. Но часто и тогда нападает, влагая нечистые полмыслы и возбуждая наши страсти сновидениями. А мы считаем маловажным то, из-за чего он нападает, не бодруствуем, не трезвимся, не взираем на множество рождебных нам сил. Не думаем, что это самое есть величайшее бедствие. Но среди столь многих браний предаем снеги, как будто среди мира. Поверьте мне, и теперь можно терпеть страдания лютея тех, какие претерпел Павел. Тогда побивали его камнями, а терпеть теперь можно быть побиваемым словами тяжелее камней. Что же надобно делать? То, что он делал. Он не возненавидел побивающих его. Но после того, как извлекли его вон, опять вошел в город, чтобы благодетельствовать столько оскорбившим его. Если и ты перенес оскорбление от обидчика, поступившего с тобой несправедливо, то и ты как бы побиваем был камнями. Не говори, я не сделал ничего худого. А Павел что сделал такое, чтобы его побивать камнями? Он проповедовал о царстве, отклонял от заблуждения, приводил к Богу. Это достойно венцов, достойно славы, достойно неисчислимых наград, а не камней. И однако он потерпел противное. Но это и есть блистательная победа. И повлекли, говорит писатель. И тебя часто влекут, но ты не гневайся, а проповедуй Слово Божие посредством кротости. Оскорбил ли кто тебя? Молчи, благословляй, если можешь. Таким образом и ты возвестишь Слово Божие, научишь кротости, внушишь смирение. Я знаю многих, которые не столько страдают от ран, сколько от оскорбления словами. Потому что рана касается тела, а это души. Но не будем огорчаться или лучше, когда мы оскорблены будем терпеть. Не видите ли, как борцы, будучи ранены, в голову, потеряв зубы, спокойно переносят боли. Но здесь не нужно скрижетать, не нужно кусать зубами. Вспомни о твоем владыке, и это воспоминание тотчас соделывается для тебя врачеством. Вспомни о Павле, рассуди, что ты, получая рану, остаешься победителем, а тот, нанося рану побежденным, и этом уврачуешь все. Не увлекайся первую минуту, и ты тотчас исправишь все. Не поддавайся первому движению и угасишь все. Великое утешение потерпеть что-либо за Христа. Если ты не возвещаешь слова веры, то возвещаешь слово любомудрие. Но скажешь, чем более обидчик видит кротости, тем более нападает. Неужели же ты огорчаешься тем, что он умножает для тебя награды? Но скажут, он делается неукротимым. Это предлог твоего малодушия. Напротив, тогда он делается неукротимым, когда ты мстишь. Если бы Бог знал, что вследствие не мстительности оскорбители делаются неукротимыми, то не заповедовал бы ее, а сказал бы, мсти за себя. Но он знает, что она приносит более пользы. Не полагая законов противных Богу, ему повинуйся. Ты не лучше сотворившего нас. Он сказал, переноси оскорбление, а ты говоришь, я там счет оскорбителю, чтобы он не сделался неукротимым. Так ты более Бога печешься о нем. Это слова страсти, строптивости, гордости, противления заповедям Божьим. Если бы даже он потерпел от того вред, то не следует ли повиноваться? Когда Бог повелевает что-нибудь, мы не должны полагать законов противных Богу. Кроткий ответ, говорит премудрый, отвращает гнев. Приджи 15.1 Вот что делает ответ смиренный, а не противоречивый. Если это полезно для тебя, то полезный для него. Если же вредно для тебя, который думаешь исправить его, то тем более для него. Врач, исцели себя сам. Лука 4.23 Сказал ли он худо тебе, ты похвали его. Поносил ли, ты превозноси. Замышлял ли зло, ты окажи благодеяние. Воздай ему противным, если точно попечешься о его спасении, а не старайся удовлетворить своей страсти мщения. Но скажешь, неоднократно испытав мое долготерпение, он сделался хуже. Это касается не тебя, а его. Хочешь ли узнать, что претерпел Бог? Жертвенники его разрушили, пророков убили. Римлянам 11.3 А он перенес все. Не мог ли он не спослать молнии свыше? Но после того, как посланных им пророков убили, он послал сына. Когда они обнаруживали большое нечестие, то он оказывал благодеяние. Так и ты, когда видишь гневливого ожесточившимся, тогда тем более уступи, потому что самое ожесточение его имеет нужду в большем послаблении. Чем сильнее он оскорбляет, тем в большей кротости имеет нужду. Подобно тому, как горячка, когда особенно усиливается, тогда требует спокойствия. Так и ожесточившийся. Когда зверь слишком рассверепеет, тогда мы все убегаем от него, так и от гневного. Не подумай, что это честь для него. Разве мы хотим почти зверя или беснующегося, когда убегаем от них? Нисколько. Это бесчесть и укоризна. Или лучше, не бесчесть и укоризна, но снисхождение и человеколюбие. Не видишь ли, как мореплаватели, когда поднимается сильный ветер, спускают паруса, чтобы не потопить корабля. И садник, когда кони понесут его, дает им волю и не удерживает, чтобы напрасно не истощить свои силы. Так поступай и ты, чтобы, очистившись от грехов, мы могли приобрести благоволение свыше. Исподобиться человеколюбие Божие, благодатью и щедротами, единородного Его, с которым Отцу со Святым Духом слава держава честь, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok